И так, вот моя полка, где стоит Владислав Крапивин. Папа, я тебя подвину. Это мой папа, тот, что слева со своим сослуживцем. Ой, придётся очень сильно подвинуть. Вот как-то так. Вот эти книги Крапивина я покупала сама. А те, что правее, извини. И вот эта серия, она совершенно уникальна. Сейчас я о ней расскажу. Вот эти ещё книги я покупала сама. И вот эти с краешку. И корабль тут стоит. Владислав Крапивин, неравнодушен кораблям и морям. Ну, начнём. Всем привет, я Даша. И сегодня я буду рассказывать вам о изумительнейшем писателе, который преследует меня. Или, может быть, я преследую его, или мы преследуем друг друга. Буквально со средних классов в Куле. Как я с ним познакомилась. Дело было поздней весной. И в честь того, что я закончила очередную четверть, мама решила сделать мне подарок. Ну, она не знала, что точно хочет. Шла по улице. Смотрит лоток с книгами. Он подходит к отовщице и говорит, посоветуйте что-нибудь для девочки, там, такого-то возраста. Она говорит, а вот, пожалуйста, Крапивин. И лежала целая серия. Ну, увидели на полках. А мама говорит, ах, давайте все. Он мне трудно с выбором. Если нужно выбирать из чего-то, она возьмет все. На всякий случай. Вот так и состоялось мое знакомство с этим писателем. Я вот просто как улюбилась в него и понеслась. Просто эта любовь осталась со мной на всю жизнь. Какие же книги у меня самые любимые? Я слышала, что лучшей книгой у него почитатели считают мальчик со шпагой. Не спорю. Я сама восхищение. Особенно мне нравится момент, когда с ним произошла одна очень хорошая вещь. Не буду рассказывать, какая, чтобы не спорить на случай, если вы не знаете. И когда он захлеб своему другу, стал рассказывать, ой, ты представляешь, там было так-то и так-то и так-то и вот так-то. И все. И это чувство останется со мной просто на всю жизнь. И я буду там до самого своего смертного часа вспоминать, переваливать это все. Наслужаться каждым моментом, который я испытал. Ну, вдруг, конечно, разделил его восхищение, порадовался, поулыбался. И в какой-то момент мне произносит фразу, что не у всех людей случаются подобные хорошие вещи, и почему бы тебе не делать так, чтобы, как бы, и с ними, это случалось. Это было так круто. Это запало мне в душу, что ж мне. Ну, и только у меня главным героем тоже. Удивительно стал стараться так, чтобы и с другими людьми случалась эта хорошая вещь. И это в истину волшебно. Это мой самый любимый момент в книге, и именно эго. Из-за этого я так ее люблю, хотя у нее есть очень много других неиспоримых достанств. Вот эта книга «Мальчик со шпагой». Сюда же будет еще один поиск, который я безумно часто перечитываю. Называется «Колыбельная для врата». Я ее обожаю не меньше, чем «Мальчик со шпагой». И также часто очень перечитываю. Укропение на книге не только о житии и бытии, обычном, вот о гума, мальчишек и девчонок, но также и с ноткой магии, с ноткой научной фантазии, фантастики, наверное. И я люблю и такие книги тоже. И таких я перечитываю часто «Гуси-гуси-га-га-га». Ну, это пореже, чем другое. Ну, «Застава на якорном поле» — это повесть из цикла определенного. Вот, сама книга называется «Высел с монитор». Также мне нравится вот такая книга «Рыцы прозрачного кота». Здесь, по-моему, непосредственно «Рыцы прозрачного кота» — это такой жанр, наверное, на сказке, что двое детей, кстати, главная героиня моя дёска, попадает в сказочную страну, где их ждут невероятные приключения. Здесь же есть рассказ «Болтик» про мальчика, который чудесно поёт. И он немножко такой боязливый, но в какой-то момент в нём просыпается отвага, он думает, ну, я просто не имею права трусить, и начинаются тоже определенные приключения. И также мне из этой книги очень безумно нравится сказки Силы Глушенко. Надеюсь, я не привыкла фамилию. Это история у мальчика, который живёт в скорости после окончания Второй мировой в городке. И судьба у него такая печальненькая, но есть и такие радостные моменты. Очень занимательно. Он обожает Пушкина Александра Сергеевича. И мне часто кажется, когда я читаю, что Крапивин очень описал себя, этого мальчика. Ну, большинство писателей, конечно, проворачивают этот фокус, но, мне кажется, Силы Глушенко наиболее полно передаёт крапива самого писателя. И также у этой книги есть продолжение. Вообще, вы знаете, наверное, дело в том, что я читала все эти книги в детстве, и у меня сохранилось вот это впечатление, когда я в более зрелом возрасте причитываю все эти вещи, то они по-прежнему мне кажутся прекрасными. Потому что другие книги, Крапивина, которые я тоже, ну, приобретаю уже в зрелом возрасте, они мне кажутся такими волшебными, потрясающими. Они прекрасны, но уже нет вот такого чувства. Оно немного другое. Но есть одно исключение. Это непосредственно продолжение сказки Силы Глушенко, которая не является самопозрительной сказкой. И это продолжение вышло относительно недавно. Называется «Трофейная банка, разбитая на дуэли». Вот так я, она огромная. Я, когда ее читала и буквально принесла из своего счастливого детства, я испытывала столь же сильные и восхитительные эмоции, как и прочтение других книг, как Крапивина, в тот период. И это воспринималось мною как истинное волшебство, настоящая магия. Также одна из наиболее часто перечитываемых книг у Крапивина – это «Журавленок и молния». Тоже такая бытовая история без младшества, без фантастики, про друзей очень отважных и очень дружных. И зависимость от настроения, периода в моей жизни, зависимость от событий. и тут такая концовка, она может восприниматься как печальная или наоборот как такая оптимистичная с надеждой, с лучиком надежды. В общем, да, очень интересная книга, она и о плохом, и о трудом, и о нейтральном, много здесь жительских мудростей, и вообще, в общем, рекомендую. Сюда же входит повестрой с площади Коронат о настоящей мальчишечкой дружбе. И мне очень приятно, что нет названия города. Мальчики просто называют его город с большим буквы ГЭМ, и там есть море, и эти мальчики обожают море. Сам Крапивин его очень любит, и у меня есть такое подозрение, что здесь Севастополь. А может и нет. Но все улики на лицо. Прочитайте, если не читали, может у вас будут свои докорайровки. Еще одна серия из книга такого обычного быта «Мальчишек и девчонок» это «Синий куратный садовый». Сюда же входит «Бронзовый мальчик». В «Бронзовом мальчике» кстати есть немножко про генеалогию и рассуждение о Павлике Морозовом. Помните, Павлика это тот, который об отце рассказал лишнего государства, за что его немножко убили и его младшего братика тоже. Об этом тоже есть рассуждение, очень такая мудрая книга. Я ее, наверное, перечитываю даже чаще, чем «Мальчика со шпагой». и «Синенький» садовый тоже не отстает от «Бронзового мальчика». Здесь уже такой есть элемент немножечко сказочной, хотя не совсем такой налет. Налет такой. И здесь описываются сны главных героев и они просто изумительные. тоже очень рекомендую чтение. И последняя книга, но не по списку и не по значимости, просто так уж вышла. Помните, в самом начале видео я вам показывала книгу, там была поезд «Станное экранное поле», я сказала, что она ходит в цикл. Лоцман. Здесь у нас такие книги, как «Крик петуха», «Белый шарик матроса» Вильсона, конечно же сам Лоцман. Все это с элементами сказочности, с элементами научной фантастики, и при этом оно все такое доброе, такое сердечное, ну просто с ума сойти. И на более часто из всех этих поездей я читала «Белый шарик матроса Вильсона», это просто потрясающая бятая история. Там резонансы вселенной, о звездах, о планетах, о чудесах, о дружбе, которая способна преломить все вышеперечисленное, прийти на перекор всему, и вот да, получается, что как-то так. Те книги, которые я вам сейчас показала, это наиболее мною перечитываем, наиболее мною любимые. именно вот эту серию, именно вот эту серию, книга 1994 года мама мне подарила в честь окончания четверти, учебного года даже, именно ее я люблю безмерно, хотя люблю и другие книги, у некоторых этих историй есть продолжение, этих героев можно сказать, других, ну так, мимолетом, проходя мимо, и других книгах, которые я вам показывала, и их я тоже бесконечно люблю, но вот эта серия, она мною более сердечно принята, и порой, когда мне нужно повысить настроение, как-то восприять духом, я читаю именно их. В общем, такова моя история Любитра Пивина, таковы повести, которые я наиболее часто перечитываю, если вы по какому-либо причине не знакомы с Капиевным, непременно дополняете это упущение, этот пробел, я с вами пока прощаюсь до скорых книг.